Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Выпускница детского дома и двое малышей рискуют остаться без крыши над головой. Мать-одиночка вот уже несколько месяцев не может расплатиться за съемную квартиру. Университет Булашак открыл свои двери потоком истории. В честь 550-летия казахского ханства фирма Натижи организовала встречу с тюркологом, ученым, чукая ведом Абдуахапом Кара. Более 110 миллионов долларов выделяет Азиатский банк развития правительству Казахстана. Средства в виде займа пойдут на реализацию проекта по реконструкции и модернизации сетей централизованного теплоснабжения. В Караганде рискуют остаться без крыши над головой выпускница детского дома и двое малышей. Мать-одиночка Ульяна Мытягина вот уже несколько месяцев не может расплатиться за съемную квартиру. А очередь за жилье из государственного фонда не продвигается. В ситуации разбиралась Аймамрина. Выпускница детского дома Ульяна Мытягина стоит в очереди на жилье уже пятый год. Все это время девушка с двумя детьми скиталась по съемным квартирам. А сейчас даже это не по карману. Долг за жилье накопился до 60 тысяч деньги. Хозяева квартиры грозятся выселить семью. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, со слов девушки, то и дело кормят обещаниями. Я говорю, насчет квартиры. Он говорит, вы опять не попадаете в очередь. Я говорю, почему? Я уже все документы сдала, все. Говорю, у меня завтраками-завтраками. Я уже устала, сколько квартир я снимаю с двумя детьми. Он говорит, ну в октябре вот сейчас ждите. Молодая мама в отчаянии. Ведь кроме вокзала воспитанницы детского дома идти некуда. Ну, Ратане тоже говорю же, они сказали, сдайте детей, все, если вам тяжело. Иди работай, пусть дети там растут. Хотя я сама из детского дома, я знаю, что такое детский дом. Как я их сдам? Я зачем их тогда рожала? Чтобы сдать тоже, чтобы они, как и я, воспитывались без матери. Сейчас, по словам Ульяны, из-за отсутствия постоянной прописки и места проживания, ее дети лишены всяческой медицинской и другой социальной помощи. А в отделе жилищно-коммунального хозяйства одинокой матери посоветовали воспользоваться программой арендного жилья. Ведь очередь у нее 220-я. Когда она придет, не знают даже о кематчике. Не надо будет ждать очереди. Мы будем объявлять прием документов, когда она должна будет подать в эти дни. И, соответственно, и среди тех, кто участников, кто подался для участия в господинах, мы будем рассматривать. Но такому ответу чиновников девушка не рада. У одинокой матери нет денег даже на продукты, не говоря уже о каких-либо других тратах. Сейчас Ульяна просит о помощи всех неравнодушных граждан. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Еще одно громкое дело рассматривают представители Фемиды. На этот раз на скамье подсудимых оказался бывший руководитель пресс-службы футбольного клуба «Шахтер» Мансур Калиев. Его обвиняют сразу под девяти фактам разбоя и создания организованной преступной группы. Сегодня 28-летний парень предстал перед судом. Из материала дело следует, что рано утром в ноябре 2014 года в помещении букмекерской конторы ворвались двое в масках. Нападавшие, угрожая пистолетом, кассиру и охраннику, произвели выстрел и потребовали деньги. Однако преступление удалось предотвратить. При задержании один из нападавших получил огнестрельное ранение. Второй участник нападения скрылся. Чуть позже его все-таки задержали. Им оказался руководитель пресс-службы футбольного клуба «Шахтер». Однако в «Шахтере» от своего сотрудника тут же отказались, сославшись на то, что он уволился месяц назад. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Караганинской области рассмотрено уголовное дело по обвинению Калиева, Турсанбаева, Жунусова, Макзумбекова и Рахимова. Данные лица обвиняются в совершении вооруженных разбойных нападений на ряд фирм и букмекерских контор. Рассмотрение данного уголовного дела отложено на 17 сентября 2015 года. В Карагандинской области отмечен рост внутреннего туризма. Об этом сообщила руководитель областного управления предпринимательства Татьяна Облаева. По ее словам, этому поспособствовал рост гостиниц, мотелей, летних зон и лагерей, домов отдыха и других объектов. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось почти на 13%. Как озвучено в докладе, в первом полугодии в области в инфраструктуру туризма входило 199 гостиниц, мотелей, летних зон и лагерей, домов отдыха и других объектов. Увеличение их количества заметно поспособствовало росту численности туристов. Численность размещенных посетителей возросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 6,8% и составила 115 491 человек. Из общего количества посетителей 94% это жители республики, 6% это иностранные граждане. При этом отмечается рост по внутреннему туризму на 8,9%. Наш регион сейчас находится в первых рядах по активности в сфере туристического бизнеса. С начала года реализовано 11 объектов, большая часть из которых получила поддержку по дорожной карте бизнеса 2020. Одними из значимых событий этого года стало открытие в 5 километрах от города Приозерска санатория Балхаш на 150 мест. Глава региона Нурмухамбет Абдебеков дал задание продолжить работу в этом направлении и не выпускать из виду ремонт дорог. От качества автотрассы, ведущей к месту отдыха, зависит многое, говорит чиновник. Управлению пассажирского транспорта автомобильных дорог, акимом городов и районов в преддверии Экспо-2017 уделить особое внимание развитию транспортной и придорожной инфраструктуры, ведущей к основным туристским объектам. Если вот в Балхашский регион за счет строительства вот этой дороги на Алмату, центр юг, мы решим вопрос, то на Каркаролинске это наша заинтересованность, мы должны пробивать. Кроме того, в 2016 году планируется подведение инфраструктуры рекреационно-оздоровительной зоны отдыха на берегу озера Балхаш. Проект стоимостью около 200 миллионов тенге предусматривает строительство автомобильной дороги. Также в регионе разрабатываются новые туристические маршруты, которые будут представлены на выставке Экспо-2017. Галакси Групп. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. Университет Булашак открыл свои двери потоком истории. В честь 550-летия казахского ханства фирма «Натиже» организовала встречу с тюркологом, ученым-чукаяведом Абдуахапом Карам, который поведал студентам большую историю казахского народа. Послушать лекцию профессора Стамбольского университета Абдуахапа Кара пришли все студенты Булашака. На конференцию тюрколог приехал по специальному приглашению Министерства культуры. Сам же Абдуахап Кара углубленно изучает цивилизацию страны, своих предков, а также историю великих степных сыновей этой священной земли, в особенности Мустафа Шукая. Казахи должны гордиться своей историей. Основанное в 1465 году государство имеет четырехвековое прошлое. Очень мало государств, имеющих такую большую историю основания и возникновения. Такой великой страной нужно гордиться. На сегодня мы очень узнаваемый народ. Благодаря реформам Нурсултана Назарбаева мы стали яркой звездой евразийского пространства. Мы стали узнаваемыми и в бизнесе, и в технической отрасли. А чтобы все продолжалось в таком же темпе, мы должны любить и знать свой язык, и изучать историю страны. В год 550-летия казахского ханства история страны начала изучаться углубленно. Историки всех стран мира взялись исследовать историю возникновения казахского народа. В архивах иных стран мира были найдены письма и приказы ханов прошлых веков, а также раскрылись новые факты происхождения казахского ханства. Мы не должны забывать еще один факт, это даже отметил глава государства, то, что мы истинные и законные потомки Алтынорды. Поэтому нам нужно изучать связь между Алтынордой и возникновением казахского ханства. И это все должно изучаться углубленно и правильно, так как во многих учебниках не было такого рода ошибок, которые допущены сейчас. Каждый казахстанец должен знать правильную историю своей страны. Этого и требует от нынешней молодежи старшее поколение. С помощью встреч и лекций такого рода администрации фирмы «Натиже», которая является частным организатором таких диалогов, в особенности понимает пользу изучения истории, в чем и поддерживает их университет Балашак. Мероприятие, посвященное 550-летию казахского ханства, мы пригласили на сегодняшнюю встречу известного журналиста, известного ученого Абдукарев Хара. На сегодняшней встрече мы будем обсуждать наши общие проблемы по развитию нашего образования. Особенно сегодня будем уделять внимание на то, что совместно дальше разработят наши учебные пособия, учебные методические пособия. На это сегодня будем особо большое внимание уделять. Встреча в познании истории родословной страны очень важна. И созданное диалоговое окно студентов с историком имеет свою особую познавательность и пользу на будущее. Также известный тюрколог считает, что казахстанцам нужно научиться мыслить без шаблонов. Профессор Стамбульского университета Абдук Абкара призвал учеников выражать свое мнение. Встреча с молодым поколением состоялась в школе для одаренных детей имени Нагмета Нурмакова. Ученикам выпала честь познакомиться с профессором лично. Несмотря на то, что всю свою жизнь живет в Турции, ученый неустанно занимается изучением истории казахского народа. Автор множества книг Абдук Абкара свой визит в Караганду называет не случайной. Его цель – донести народу истину о Мустафе Шукая. «Все, кто называл Мустафа Шукая предателем, – зависимые и ограниченные люди. Их сознание было отравлено советской идеологией». На встрече с учениками Абдук Абкара рассказал о личности Мустафы Шукая. Тюрколог призвал подрастающее поколение равняться на великого казахского деятеля. «Независимость государства мы добились в 1991 году, а независимость сознания многие из нас не могут получить до сих пор. Это касается особенно людей старой, советской закалки. Им когда-то внушали, что Мустафа Шукая предатель, и это осело у них в голове и по сей день. Вам, молодежь, нужно работать над независимостью сознания». Ученик 10-го класса Адлет Молдебек считает, что такие встречи для молодежи необходимы. Они дают молодому поколению стимул к познанию и учебе. В будущем Адлет хочет и сам заниматься историей. «Я хочу стать ученым-историком, как Абдуакаб Кара. Его труд поразил меня. Встреча с ним оставила неизгладимое впечатление». Пользу таких семинаров отмечают и педагоги учебного заведения. По их словам, у профессора есть чему поучиться не только школьникам, но и самим учителям. Абдуакаб Кара – великий ученый. Он рассказал нам много интересного. Его силами в Стамбуле имени Муставы Шокая названа «Улица и школа». Таких людей нужно уважать. Абдуакаб Кара поблагодарил учеников и педагогов, а также руководство фирмы «Натиже», которая организовала данную встречу. Профессор отметил, что его визит в Казахстан не будет последним. Аймамрина Исламбегуспан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Более 110 миллионов долларов выделяет Азиатский банк развития правительству Казахстана. Средства в виде займа пойдут на реализацию проекта по реконструкции и модернизации сетей централизованного теплоснабжения. Сегодня состоялись общественные слушания, на которых обсудили некоторые проблемы. Все подробности в материале Ларисы Хусайновой. Проект по реконструкции и модернизации сетей централизированного теплоснабжения начали еще в 2012 году. Программа была утверждена по согласованию с Министерствами финансов и регионального развития, Комитетом по делам строительства и Акиматом Карагандинской области. На реконструкцию тепловых сетей Азиатский банк развития выделяет средства в виде займа в размере 110 миллионов долларов и 50 миллионов на технологии. Мы очень рады принимать участие в данном проекте и исследовать возможность сотрудничества в рамках реализации проекта в вашем городе. Мы занимаемся подготовкой проекта уже на протяжении трех лет и хотим поблагодарить Акимат города и области за их руководящую роль. Также выражаем благодарность теплотранзиту и Караганды-СУ за участие в подготовке проекта. Для реализации проекта специалисты будут временно изымать земельные участки. Эти и другие последствия вынужденного переселения будут сведены к минимуму. К слову, помимо этого, у проекта есть много плюсов. Например, снижение бюджетных затрат на эксплуатацию и модернизацию тепловых сетей. Энергосбережение является одной из самых важных задач 21 века. От результатов решения этой проблемы зависит место нашей республики в ряду экономически развитых стран. В планах у организаторов в первую очередь реконструировать и модернизировать тепловые сети в Казыбек-Бийском районе. После проект предусматривает охват всего города и зону ТЭЦ-3. В последующем будет реконструкция зону ТЭЦ-3. Тоже, наверное, для большинства из вас не секрет, потому что это район, который первым застраивался, который первый обеспечился централизованным теплоснабжением. Соответственно, оборудование лежит достаточно длительный период, и уже истек не только эксплуатационный запас, но и уже запас прочности истек. Прича во языцах – это разрытие у нас по улицам Гоголя и Ленина вызывает не только смех, но и слезы, наверное, у наших людей. Вот это вот все и легло в основу. Что же мы будем иметь, когда закончится реализация данного проекта? Стоимость первоначального этапа проекта составляет 200 миллионов долларов. Из них 40 миллионов – доля казахстанской стороны. Энергосберегающие технологии, предлагаемые проектом, будут способствовать рациональному использованию природных ресурсов. Это является одним из важных компонентов устойчивого развития, определенным в концепции по переходу Казахстана к зеленой экономике. Лариса Хусейнова, Ислабек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинские эскулапы оказали помощь детям с ограниченными возможностями. Благотворительную акцию приурочили к празднику День семьи. Ценными подарками и концертной программой 50 детей порадовали сотрудники Центра микрохирургии. Вместе с детьми пришли и родители. Как и полагается, в начале любого праздника детей и мам усадили за стол. Один из организаторов мероприятия – Центр микрохирургии глаза. Кроме угощений и концерта, клиника подготовила для детей ценные подарки. Центр микрохирургии глаза города Караганды в честь своего 15-летия проводит совместно такую благотворительную грандиозную акцию с вручением промсертификатов каждому инвалиду, каждому ребенку с ограниченными возможностями. Центрикат составляет от 25 до 50 тысяч людей. Это материальная помощь в честь такого праздника. Детям с ограниченными возможностями необходимо больше внимания. Подобные мероприятия дают понять, что о них не забывают. Одна из мам Оксана Тенебаева уверена, что ее ребенок с диагнозом ДЦП такой же, как и здоровые дети. Просто маленькая Итиана требует особого внимания. Чтобы мамы были терпеливыми, чтобы не опускали рук, чтобы… Ну, в моем случае работает правило 3П – полюбить, принять и пахать. Поэтому, если все эти пункты любви, терпения и труда включить, то всегда будет положительный результат. Дочь Оксаны – 10-летняя Итиана, благодаря стараниям матери и своей собственной силе воли, смогла немного победить свою болезнь. Девочка родилась тяжелой формой ДЦП. Сейчас, в результате интенсивного лечения, ребенок пошел на поправку. Свободное от учебы время Итиана занимается рукоделием. Браслеты из резинок. Сейчас я доделаю гусеницу из помпонов. Ты кому-то издаришь? Ну, бывает дарю, бывает себе оставляю. После праздничного обеда всех детей и родителей развлекали всеми любимые герои-миньоны. Под веселую музыку ребята танцевали и участвовали в различных конкурсах. В конце праздника каждый получил по сладкому гостинцу в подарок. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Жасказгане состоялось торжественное открытие летней спартакиады «Арай-2015». На этот раз соревнования прошли под эгидой «Спорт – это жизнь». Спартакиада, которая выявляет лучшие команды городов области, в этом году прошла по 12 видам спорта. Спартакиада проводится к 20-летию Конституции Республики Казахстан. Хочу поблагодарить всех участников за их упорство и труд. Желаю всем спортсменам больших достижений в будущем. Свою историю спартакиада «Арай» отсчитывая с 2006 года. Соревнования впервые проводили в шахтерской столице. Тогда принимали участие 216 человек из семи городов Карагандинского региона. Основной целью мероприятия является стимуляризация стремления людей к ежедневным занятиям спорта, вовлечение их в соревновательную деятельность. Команды, занявшие первые и третьи места в общем зачете, награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Победителям в абсолютно весовой категории по казаху «Ресе» вручают ценные призы. Также стало известно, что по итогам соревнований на втором месте «Тимиртау» на третьем садпаев. Хочу отметить, что соревнования прошли на высоком уровне. Безусловно, соперники были сильны, но мы, карагандинцы, хоть и с большим трудом, но все же одержали победу в очередной раз. Я очень рад за наших спортсменов. А вот карагандинские чиновники впервые провели турнир по мини-футболу среди семейных команд. В спортивном мероприятии изъявили желание участвовать около 10 команд. На стадионе «Шахтер» все боролись за звание лучшей футбольной семьи. Торжественная часть прошла на мини-футбольном поле стадиона. Организаторы поприветствовали семейные команды и пожелали удачи в игре. Мероприятие проводится в целях укрепления семейных ценностей и пропаганды здорового образа жизни. В этом году принимают участие чуть более 10 команд. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни, пропаганду футбола, укрепление семейных ценностей. В этом году это пробное мероприятие. Учитывая опыт аналогичных мероприятий проведения лиги дарового футбола, в следующем году мы ожидаем увеличения количества участников. Команды должны состоять из участников от 10 лет. И главное, чтобы все были с одной фамилией. В детско-подростковых клубах города Караганды в течение месяца проводилась предварительная запись семей, желающих принять участие в данном мероприятии. Именно так семья Махпуловых узнала о турнире и решила отметить этот праздник в спортивной обстановке. Три поколения. Это папа, мама, две дочки мои, а это внук мой. И мы, конечно, очень рады, что попали на эти соревнования. Будем играть и стараться выигрывать. Для желающих жителей семейный досуг организовали городской отдел спорта, карагандинский филиал партии «Нуратан» и стадион «Шахтер». В дальнейшем организаторы планируют создать лигу семейного футбола, которая будет проходить ежегодно. В преддверии Дня семьи в городе Карагандинский фурнер по мини-футболу среди семейных команд проводится впервые. Это проект. В этом году у нас больше 10 команд. Мы надеемся, что он станет у нас традиционным, что с каждым годом команд будет больше и больше. Потому что действительно в этом году у нас семьи, которых мы приглашали. Мы приглашали их через дворовые клубы, потому что это непосредственная работа с населением. И команды с удовольствием откликнулись на наши предложения и сегодня, как вы сами видите, принимают участие в соревнованиях. Команды-призеры были награждены памятными кубками и дипломами, а участники – медалями и грамотами. Также областная ассоциация футбола приготовила призы по номинациям для всех участников. Лариса Хусейнова, Ужас Габасов, Арман Артаев, 1-й Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В связи с переездом службы сбыта района имени Казбек-Би, компании Караганды-Жарык, поменялись номера городских телефонов. Новые номера – 913-340 и 562-322. Служба сбыта находится по адресу Садпаева, 115. Это были все новости на сегодня. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Субтитры создавал DimaTorzok